Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В руках у меня банки с изюмом. И сегодня я вам расскажу об оригинальном способе его приготовления. Многие из нас считают, что изюм надо готовить из специальных сортов винограда, из кишмешных сортов, сортов без косточки. Но так получилось в этом сезоне, что достаточно большое количество ягод получилось не совсем кондиционно. Что-то немножко недозрело, что-то потрещало, что-то мы снимали мокрым, уже под дождем. И, соответственно, такая мокрая ягода, она не лежит, она загнивает. И что-то с этим всем урожаем надо было делать. И тогда вот мне пришла мысль сделать вот такой изюм. Ну, а теперь показываю, как это делать и что у меня в итоге получилось. Виноград я разрезала наполовинке, достала косточки и разложила. Ну, это у меня поддон металлический. Можно на любой противень. Значит, поскольку эта ягода несколько кисловата, то можно ее немножко присыпать сахарком. Ну, свой сахар, к сожалению, она не набрала. А для изюма нам все-таки хочется, чтобы ягодки были сладенькие. Поэтому я присыпаю сахаром. Ну, вот, конечно, тут дело вкуса. Ну, присыпаю немного вот так вот. Особенно вот эти розовенькие ягодки. Это у меня сенатор по лоску. Довольно кисленькая, поэтому можно здесь чуть-чуть больше посыпать. Кроме того, сахар еще будет вытягивать лишнюю влагу. Также по желанию, если вы любите всякие еще ароматные специи, пряности, можно использовать их. Я использую корицу. Буквально понемножечку посыпаю. И теперь ставлю это сушиться куда угодно. Можно поставить в печь, но не слишком жаркую. Также у меня вот здесь топится котел. Соответственно, сейчас поверхность теплая. Но нам не надо, чтобы оно жарилось, а сушилось. Поэтому я ставлю на кирпич. Можно в баню отнести, в парилку после того, как вы помылись. То есть вариантов сушить очень много. Смотрите, ягодки немножко подвялились. У меня они ночь постояли в русской печке. Приблизительно так же они будут выглядеть, если они ночь постоят в бане. Но, конечно, зависит от температуры. Если вы ставите, например, в духовке, тоже вы можете ставить не в горячую духовку, например, пирожки спекли и потом в тепленькую, уже после пирожков поставили. То есть смотрите по вашим возможностям. Так вот, в таком состоянии я рекомендую чуть-чуть ягодки подшевелить. Может быть многовато сока, тогда его сливайте. А так подшевелим, потому что если мы дальше будем их вялить в таком виде, то они будут приставать к нашему поддону, к нашему противню. То есть будет неудобно. Именно поэтому я рекомендую подшевелить и поставить, подвяливаться дальше. Вот смотрите, здесь краешку, вот она уже сильновато пристала. Ничего страшного. Пока это еще легко, скажем так, отскрепсти. И вот здесь краешку у нас уже почти все готово. Еще капельку надо подвялить, для того, чтобы потом мы были еще уверены в хранении. Но видите, здесь еще ягодка, конечно, сыроватая. Сказать точно, сколько по времени вам понадобится до полной готовности сложно, потому что ягода разная. Более плотная, менее плотная. Более сочная, менее сочная. Поэтому наблюдайте. Поставили немножко, подвялили. Ну, например, если в духовке, как я вам уже сказала, после пирожков поставили. Подвялили, достали, посмотрели, в каком ягодка состоянии надо. Немножко ее подшевелили. Ну и поставили дальше уже на температуру, там градусов 90 подсушивать. Если у вас печки, бани, там вообще все гораздо проще. Потому что на слабый жар поставили. Но если в печке, то можно и двое суток держать. Потом можно даже достать и подсушивать, например, на воздухе. Если в бане, ну тоже занесли, оно там постояло. И дальше смотрите. Надо вам еще немножко подсушивать. Либо, в принципе, уже оно на воздухе дойдет. Правда, в электросушилках вот такой способ я вам не очень рекомендую. Обратите внимание, здесь сок выделяется. И в электросушилках там, если пластиковые такие круги, то очень будет прилипать. Вот это вот все. Можно эти круги повредить. Ну, конечно, можно пробовать. Может быть, тогда какой-то пергамент подстелить. Что-то такое. И периодически чуть-чуть подвялилась. Подшевелили. Подвялилась, подшевелили. Потому что даже обычный изюм. Я в этом году пробовала в электросушилке. Делать честно. Скажу, мне не очень понравилось. Потому что вот выделяется сок. Если здесь я могу вот так вот, как угодно и чем угодно шевелить, то там за счет того, что все пластиковое и тоненькое, это сделать сложно. Вот, смотрите, кстати, другой поддон. Другого качества ягода. Да, и здесь практически вот там все сухенькое. Хотя в одно время я их поставила вялиться. Ну, видите, немножко все может быть по-разному. В зависимости от ягоды. Вот, смотрите, полностью все готово. Изюмчик мой такой сухенький. Но не высушенный на перец. То есть вот он немножко мягенький. Теперь я все это раскладываю по баночкам и ставлю на хранение. И пару слов о том, какие сорта можно использовать для приготовления такого изюма. Абсолютно любые, у кого достаточно плотная мякоть. И даже если ягода где-то не совсем дозрела, тоже можно использовать. В моем случае я так использовала сенатор. Где-то ягода была зеленовата. Да, изюм получился кисленький. Но, во-первых, мы его можем есть просто так. И нам не всегда надо, чтобы было сладенькое. А второе, каши, выпечка. То есть мы можем добавлять такой изюм, куда мы захотим. И, соответственно, если мы, например, добавляем в сладкую выпечку, там кисленькая как раз-таки очень может хорошо себя повести. Конечно, супер изюм получается. Это из мускатных сортов. Из аладина, из сени. Это получается вообще конфетка, пальчики оближешь. И когда я попробовала сделать изюм вот таким образом, я вам честно скажу, я поняла, что до этого тот изюм, который я пробовала, это вообще не изюм. Пальчики оближешь, насколько это вкусно. Его можно просто кушать. Вот вместо конфет, вместо сладостей, я бы сказала, идеальное лакомство. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!